Всем привет! Сейчас расскажу о классном, потрясающем лайфхаке, где же на самом деле нужно смотреть самый правильный и самый точный прогноз погоды. Для самарцев в первую очередь... Очередь? Также эта информация будет полезна на самом деле и для остальных жителей России. Чуть позже объясню почему. Итак, погоду нужно смотреть на самом деле самарцам в первую очередь на самарском сайте Самарского гидрометцентра. Если вбить в поисковике самарский гидромет, то вылазит страшная аббревиатура под названием ФГБУ Приволжская УГМС. Не стоит бояться. Вы можете видеть ссылку сайта здесь. Она также будет в описании. www.pogoda.defis.sv.ru Почему неправильно смотреть прогноз погоды в другом месте, например, на ГИСМЕТЕО, таком распространенном сайте? Да потому что он московский. Да, там его делают метеорологи, они компетентны довольно в своей сфере, но они не знают всех тонкостей нашего региона и, соответственно, остальных регионов. Ведь они берут данные со спутников. А на самом деле у нас еще по нашей Самарской области, да и в других областях стоят вышки, которые собирают более точные данные. Поэтому наш прогноз самарский, он точнее. Соответственно, и Оренбургский, и Воронежский, они тоже будут точнее, чем на ГИСМЕТЕО. Почему только на три дня дается прогноз или максимум на неделю? Потому что это самые адекватные сроки. Ведь у погоды бесчисленное количество факторов, которые меняются постоянно. И на самом деле метеорологи, они изучили миллион, может быть, миллиард погодных карт и пришли к выводу, что ни одной одинаковой за всю историю, представляете, не было. Это все равно, что калейдоскоп. Детский калейдоскоп, где 15 стекляшек, 3 зеркала и как ты не крути, всегда картинка будет разная. Предсказать на 100% какой будет рисунок практически невозможно. Собственно говоря, так же и с погодой. Ну и, конечно, помните, что у природы нет плохой погоды. Особенно с коньячком. Надеюсь, эта инфа была для вас полезна. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Здесь помимо каких-то вот таких блоговых вещей много творчества и приколюх. Че еще не сказал? Че еще не сказал? А, глобальное потепление реально существует и среднегодовая температура, по крайней мере в Самарской области, поднялась на несколько градусов. А лето нормальное было. Нормальное было лето. Надо было просто в Анапу ехать и все. И вот отличное лето. Редактор субтитров А.Семкин